Здравствуйте! Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. С 11 по 15 ноября 2024 года жители Самарского района через единый портал государственных услуг «Решаем вместе» могли задать вопрос главе района. Мы организовали специальный эфир, чтобы ответить на все вопросы. В студии телеканала «Самара ГИС» глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Роман Радюков. Роман Александрович, здравствуйте и спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Здравствуйте! Ну и давайте вот начнем, скажем так, с самого начала. Более 40 обращений. Основные темы, волнующие жителей Самарского района, это смена управляющей муниципальной компанией «Жилсервис», судьба объектов культурного наследия, благоустройство Хлебной площади, ремонт пешеходной улицы Ленинградской, а также грядущие реформы местного самоуправления. Давайте начнем по порядку. Почему произошла смена управляющей компании «Жилсервис»? Что ждет жителей в связи со сменой управляющей муниципальной компании? И поменяется ли ситуация с обслуживанием домов? Будут ли неистраченные средства жителей в прежней управляющей компании сохранены? То есть, что с ними произойдет? Они перейдут в новую управляющую компанию. Вот давайте об этом поговорим. Да, но что касается муниципального предприятия «Жилсервис», действительно оно у нас ликвидируется. Это происходит в исполнении закона 485-го от 2019 года о муниципальных и унитарных предприятиях. В этом федеральном законе сказано о том, что все муниципальные предприятия должны быть ликвидированы до 1 января 2025 года. Поэтому эта работа плановая, это не экстренная мера какая-то. Здесь они должны были либо ликвидированы, либо реорганизованы. Принято решение о ликвидации муниципального предприятия, и вследствие этого назначена сначала временная управляющая компания, потом был объявлен конкурс, и 1 октября 2024 года на территорию района зашла новая компания, с таким же названием «Общество с ограниченной ответственностью МП «Жилсервис», которое сейчас управляет всеми домами. Скажу, что в управлении всеми домами находится более тысячи домов, поэтому очень серьезная нагрузка, учитывая то, что ветхий жилой фонд, жилой фонд довольно-таки сложный у нас в районе, об этом все знают, но руководители компании взяли на себя такую ответственность управлять этой компанией. Я встречался и с руководителями, коллектив тоже у нас практически не изменился, практически весь коллектив из муниципального предприятия перешел в новую структуру, потому что, повторюсь, у нас район специфический и уникальный, и даже рядовые специалисты компании должны четко понимать, где находятся какие сети, где находятся какие-то коммуникации, и я думаю, что все у них получится. Руководители компании уверяют меня в этом раз, будем требовать, предъявлять повышенные требования к этой компании, уже коммерческой организации, и обращаясь к жителям, конечно же, пишите, звоните, если какие-то нарекания будут на работу новой управляющей компании, мы будем регулировать на месте. Но при этом в очередной раз хочу напомнить всем жителям, что все работы, которые проводятся на домах текущего характера, не аварийного, а именно текущего характера, должны производиться по результатам протокола общего собрания жителей. То есть это такой документ, который в начале года либо по мере необходимости составляется всеми жителями дома и предъявляется в управляющую компанию. Это является заданием для управляющей компании. И, соответственно, при неисполнении, объективном неисполнении управляющей компании тех или иных задач, которые поставили перед ними жители, у нас уже появляются возможности и у администрации районов, и у надзорных органов реагировать, привлекать к ответственности и направлять на истинный путь компанию. И хочу также сказать, что все жители могут в любой момент изменить управление домом, либо поменять управляющую компанию, либо сделать свой ТСЖ, ТСН и так далее. То есть это не догма. Если управляющая компания, качество услуг оказываемого управляющей компанией, если не устраивает жителей, всегда можно сменить управляющую компанию на более качественную. Но я надеюсь и уверен, что новая созданная структура будет работать более качественно и будет услуги оказывать все в срок и так, как это необходимо. То, что касается платежей. Да, вот важнейший вопрос. Люди о деньгах переживают. Да, конечно. Люди на протяжении долгого времени платили за текущий ремонт, за содержание в предыдущую управляющую компанию. По закону все средства, которые накоплены на счете того или иного дома, из предыдущей управляющей компании перемещаются в том же самом объеме в новую компанию, которую выиграл в конкурсе. Следовательно, сейчас новая компания занимается как раз этим вопросом о перемещении денежных средств. И меня уверили в том, что никакого дискомфорта по переходу жители не почувствуют. Соответственно, все деньги будут сохранены? Все деньги будут сохранены, да. И все услуги, которые предполагались за эти деньги, они будут оказываны. Следующий вопрос. Какова судьба объектов культурного наследия? А будут ли отреставрированы здания реального училища, дома губернатора и хоральные синагоги? Ну, вы знаете, что Самарский район, это район уникальный. Исторический район? На нашей территории находятся 500 объектов культурного наследия. Если в совокупности брать, это максимальное количество объектов, которые находятся в области. 500 объектов, из них 401 – это объект культурного наследия регионального и федерального значения, 99 – выявленных объектов культурного наследия. То, что касается вот этих трех зданий, о которых вы сказали, ну, по порядку, значит, по реальному училищу, ну, я считаю, что это одно из самых знакомых зданий не только в нашем районе, а в городе и даже в регионе. Потому что, если окунаться в историю, в 1851 году именно в этом здании была провозглашена Самарская губерния. После этого, когда это было уже реальным училищем, там учились замечательные, талантливые люди, такие как Алексей Николаевич Толстой, революционер Крыжжиновский и много-много еще людей, которые впоследствии сделали для истории нашего государства очень много замечательных вещей. В настоящий момент заканчиваются противоаварийные работы на этом здании до конца года. Они должны быть закончены, здание будет полностью законсервировано, и в то же время параллельно ищут нового пользователя, чтобы это здание было использовано под современное использование, так скажем. И наметки есть, пока озвучивать их не будем. Если все получится, конечно же, мы об этом расскажем. Я надеюсь, что это здание обретет новые смыслы и новую жизнь. Что касается дома губернатора, который находится у нас на улице Алексея Толстого 3, это тоже довольно-таки знаковый объект и на территории района, и на территории города. Это объект культурного наследия, особняк Субосина-Шхабалова, построен в 1878-1879 годах. Сейчас это здание находится в собственности Самарской области, и туда приезжал наш губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, там у нас был министр культуры, был Александр Евсеевич Кенштейн, депутат Государственной Думы. И сейчас решается вопрос о современном использовании, и в течение трех лет это здание будет отреставрировано. Ну и хоральная синагога, это как бы отдельная такая история. Да, хоральная синагога очень интересный объект, он как раз-таки сейчас получает новую жизнь, сейчас там проходят реставрационные работы, если опять-таки окунемся в историю, это здание было построено в начале 20 века, оно сначала использовалось как хоральная синагога во время Советского Союза, и ее переделали под хлебзавод, потом оно пришло в недовольтворительное состояние, и вот уже на протяжении нескольких лет оно восстанавливается. Восстанавливается оно при помощи меценатов, при поддержке правительства Самарской области. Вот буквально неделю назад приезжал главный раввин России Берлазар, Вячеслав Андреевич Федорич его встречал, рассказал о планах по реставрации. Я сам присутствовал на этой встрече, Берлазару очень понравилось, и остался доволен, кроме синагоги. Соответственно, вся прилегающая территория тоже у нас будет благоустроена. И это будет такой новой точкой, еще одной точкой притяжения, не только для местных жителей, но и для туристов. Согласен. Следующий вопрос. Будет ли рассмотрен вопрос благоустройства хлебной площади? Предпринимаются ли какие-либо действия по восстановлению? Возможно ли обустроить эту территорию детскими? И вот я, например, всегда очень люблю спортивные площадки. Ну, хлебная площадь, да, тоже очень интересный объект. Это самая старейшая площадь в городе Самара. Она является въездными воротами в Самарский район, в жемчужину города Самара, как мы называем наш район. И уже не единожды мы участвовали в программе формирования комфортной городской среды. Выходили в топ-20, и жители очень активно голосовали за благоустройство хлебной площади. Конечно же, есть утвержденные проекты с детскими, спортивными, малыми архитектурными формами. У нас рядом находится храм на территории этой площади. И, соответственно, и не только православные, и другие конфессии тоже поддержали идею благоустройства этой площади. Последний раз в прошлом году проходило голосование. 27 тысяч человек отдали свои голоса за хлебную площадь, с учетом того, что население нашего района, напомню, это 30 тысяч человек. Конечно же... Подавляющее большинство. Ну да, и голосовали, конечно, не только жители района. У нас там находится и третья гимназия, у нас там находится сами педагогический колледж. То есть много потенциальных пользователей и заинтересантов, которые могли бы там проводить свое свободное время. Но, к сожалению, мы не вошли в число победителей. Руки не опускаем. Сейчас прорабатываем вопросы и с инвесторами со стороны. Есть тоже некоторые наработки. Надеюсь, что все-таки в следующем году мы вдохнем новую жизнь в хлебную площадь. Еще один вопрос, который людей интересует, это улица Ленинградская. Планируется ли реконструкция пешеходной зоны улицы Ленинградская? Когда дорожные покрытия приведут в надлежащее состояние? Прям дословно цитирую. Ну да, по улице Ленинградской и ко мне на приемах, и в телефонном общении, и в соцсетях поступает очень много вопросов. Я, конечно же, соглашусь с жителями, что Ленинградская требует реконструкции, потому что и плитка уже пришла в недовольтворительное состояние, и колодцы нужно поправлять, ну и вообще благоустройство нужно каким-то образом уже делать лучше, чем оно было до этого. В настоящий момент пешеходная часть улицы Ленинградской вошла в программу реновации исторического поселения. Уже смета рассчитана, на реконструкцию Ленинградской необходимо чуть более миллиарда рублей. Конечно же, это очень серьезные деньги, сейчас идут поиски источников финансирования. Но мы все знаем, что улица Ленинградская это точка притяжения не только жителей города Самары и Самарской области. Там находятся все туристические маршруты, туда приходят туристы, прибывающие на кораблях по нашей реке. Туда приезжают автобусные маршруты, железнодорожный вокзал, туда люди тоже приходят на экскурсию. У нас там есть такие знаковые вещи, как памятник дяде Степе. Он у нас на всех фотографиях, я думаю, это одна из визитных карточек нашего города. Замечательный памятник, кстати, очень хороший. Он сделан у нас по инициативе Александра Алексеевича и Хинштейна. И я думаю, что все видят, он никогда не пустует. Там всегда играют, фотографируются дети, фотографируются взрослые. И, конечно же, это одна из самых ярких точек на улице Ленинградской, да и во всей Самаре в целом. Ну, вообще Ленинградская на самом деле очень приятное место. Мне очень нравится там бывать. Это действительно то место, где ощущаешь душу города. То есть это настоящая Самара. И, конечно, хотелось бы, чтобы она выглядела максимально качественно. Да, ну и по улице Ленинградской хотел бы добавить это. Я рассказал про пешеходную зону. У нас по проекту «Безопасные качественные дороги» уже расторгован контракт. И в следующем году будет заменено асфальтовое покрытие от улицы Галактионовской до конца, то есть до железной дороги. Там уже кусочки железнодорожного района у нас. У нас вся улица будет заасфальтирована, тротуары будут отремонтированы. И, опять-таки, мы говорили о Харальной синагоге. Она у нас тоже находится на пересечении Ленинградской и Садовой. И мы соединим туристическим маршрутом, то есть пешеходную зону. И гости города и жители смогут легко прогуляться и дойти до Харальной синагоги. Ну и хорошо, что вот это вот, скажем так, не будет прерываться. То есть неважно, Самарский район, Железнодорожный. То есть вот улица Ленинградская, это есть улица Ленинградская. Поэтому она вся будет от начала и до конца как бы, ну, приведена в порядок, так скажем. Да, безусловно. Безусловно. Еще один вопрос, который людей очень волнует, это вот ситуация в связи с реформой местного самоуправления. Как будет складываться? То есть коснутся ли изменения депутатов района? Соответственно, отразится ли реформа местного самоуправления на дальнейшем взаимодействии жителей с депутатами и с управляющими микрорайонами? Ну да, немножко, если опять-таки погрузимся в историю, да, сейчас Самара. Это городской упор с внутригородским делением. У нас есть 9 внутригородских районов. Это самостоятельное муниципальное образование со своим представительным органом, то есть Советом депутатов района. Но в то же время городом управляет городская дума и, соответственно, глава города. Сама реформа задумывалась в 2014 году. Тогда по этой... То есть сейчас три города, которые прошли через эту реформу. В 2014 году первым прошел Челябинск. И потом в 2015 году к реформе подключилась как раз-таки Самара и Махачкала. В Челябинске этот эксперимент уже закончен. То есть там вернулись к прежней системе управления, когда район является структурным подразделением города. И, соответственно, нет представительного органа своего. Есть только городская дума. Вот. Сейчас эту реформу проходит и у нас. И, конечно, в этой системе есть много плюсов и много минусов. И эксперты, и депутаты разных уровней взвешивали. Спрашивали мы о общественности. И все-таки пришли к мнению, что эту реформу нужно проводить. Соответственно, убирать депутатов районного уровня. Это у нас уберет децентрализацию для принятия решений. То есть, в принципе, единоначалие. Есть глава города, есть структурные подразделения в виде районов не внутригородских, а просто районов, которые непосредственно подчиняются главе. И это скажется, конечно же, и на качестве крупных проектов, крупных закупок, таких как ремонт дорог и так далее. И все будут, так скажем, смотреть все в одном русле. Здесь есть серьезные плюсы. Что касается работы управляющих микрорайонов. Этот институт показал себя с хорошей стороны. Он у нас организован тоже после реформы. И принято решение, что управляющими микрорайонами все останутся со своим функционалом. Также это первая линия касания с жителями. У нас управляющие микрорайоны знают, наверное, практически каждый житель. Но старшие по домам точно все. Поэтому эти сотрудники остаются. Институт управляющих микрорайонов сохраняется. Ну, я согласен. Потому что при реформе почему бы не оставить то хорошее, и даже нужно оставить то хорошее, что, собственно говоря, работало и управляющими микрорайонами. Я считаю, что это действительно эффективная система. Да, 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 конечно. Отлично. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Увидимся вновь, потому что вопросы от жителей поступают регулярно. Соответственно, я думаю, что мы будем регулярно на них отвечать и доводить информацию, которая, собственно говоря, их интересует. Да, ну а я, со стороны, хочу сказать, что, пожалуйста, оставляйте под постом свои обращения, жалобы, пожелания. Я с радостью на них отвечу. Контакты. Контакты, да, конечно. Напоминаю, в студии телеканала «Самарагиз» был глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Роман Рудюков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»